добрый день дорогие друзья и подписчики моего канала с вами снова михаил сегодня у нас на обзоре будут лыжи беговые матшус от фирмы матшус это австрийский бренд модель называется сети 90 ценник у них 2300 рублей вот такие вот лыжики пройдемся по технологиям сцепление с лыжней обеспечивает насечки мульти степ это пластиковые лыжи ребята с деревянным сердечником кант у них клееный ограничение по весу до 90 килограмм геометрия у них 49 44 47 данный вы же кстати неплохо разбирается именно в нашем магазине скользящая поверхность здесь используется синтакс не елочка а прямая данные лыжи предназначены для классического хода данная лыжи имеет низкую жесткость и гарантию один год от производителя эти лыжи глянцевые имеют лаковое покрытие lc protect по поводу подбора лыж для классического хода лыжи выбираем по табличке это 15 плюс 15 20 сантиметров от роста человека далее ребят у нас идут ботинки ботинки тоже от фирмы mad shoes крепление 3n материал искусственная кожа ценник у данных ботинок 3300 рублей давайте посмотрим что они себя представляют представляет они себя вот такой вот ботиночек сети 80 есть еще модель он сидит стоит там чуть-чуть они отличаются плюсы данной модели что здесь пользуется мороз стойкий материал утеплитель здесь пользуется тинсулейт тинсулейт это один из самых теплых утеплителей есть примерно 200 грамм его данная моделька рассчитана от 0 до минус 15 градусов имеется клапан как на всех лыжных ботинках глухой липучка на велкро плотно фиксирует ногу а также на данной модели имеется удобная шнуровка по объему данной модели используется анатомическая колодка поэтому вам будет удобно и комфортно при катании вот эти лыжи данные ботинки подойдут наилучшим образом далее следующим компонентом у нас пойдут палки по поводу палок ребят выбор для классического хода палки убираются по плечу нужно обязательно учитывать тот момент что вы будете стоять на лыжах соответственно будете выше палки уходит сантиметров 5 снег и они как раз будут по подмышку самый раз для удобного катания состав это 65 процентов стекловолокна 25 процента пластика всего лишь пять процентов стали и немножко нейлона нейлоновые здесь вот эти вот темляки и собственно железные вот эти вот шипы пластик это вот эти вот снега снегоступы так называемый ну и собственно сами палки стекловолокно они довольно таки легкие и удобные а самое главное ну по прочности они средние есть конечно алюминиевый вариант палок они наиболее прочные но соответственно они наиболее тяжелые поэтому при выборе если вы хотите легкий вариант полегче то лучше конечно же выбрать вот эти палочки ценник у них 1500 рублей это средняя цена есть совсем дешевые палки за 500 рублей на 2 но это уже совсем прям дешман я бы порекомендовал бы вот эти ручки выполнены из пробки которые препятствуют скольжение по поводу крепления ребят но опять же выбор есть большой вот ротефела я бы порекомендовал бы вам ротефела чем они хороши во первых пятка регулируется по размеру этот болтик откручиваете новую дырочку высверливаете регулируете по размеру во вторых это полуавтомат и соответственно крюки здесь очень практично сделаны сверху металл снизу металл то есть смысл в чем вы открываете вот эту вот защелку вставляете ногу после чего вы закрываете и ботиночек плотно фиксируется именно вот в этой части также чтобы снять ботиночек нажимаете поднимаете все ботинок сняли полуавтомат конечно ну это такого автомат удобнее то есть вы вставили да и ботиночек сразу стал но там есть минусы в этих креплениях определенные лично мой взгляд это крепление самый оптимальный вариант именно для частых катаний цена у данного крепления 1700 рублей 1800 вот таким вот образом ботиночек крепится на крепление пятка регулируется пятка до 45 46 размера выставляется чтобы снять ботиночек просто отгибаете верхнюю верхнюю вот эту часть ну и соответственно ботиночек сам выпадает очень легко комфортно по поводу скользящего полотна и выбора смазки если будет у вас пожелание могу снять отдельное видео по поводу выбора скользящих средств мази скольжения мази держания для лыж так как эти лыжи пластиковые по укатанному снегу они в принципе не нуждаются в смазке если только снег мягкий липкий то да то желательно ну по сути смазка что она улучшает скольжение препятствует налипании снега на само полотно лыжи ну и соответственно вам будет легче и быстрее катиться на если будет пожелание по поводу съемки каких-то отдельных частей например там те же самые смазки те же самые стяжки но это уже мелочи если будет пожелание обязательно сниму на эти аксессуары тоже видео а на этом я ребят с вами прощаюсь желаю вам счастья добра и хорошего настроения катайтесь на лыжах и будьте здоровы пишите в комментариях если какие-то вопросы возникнут обязательно отвечу всем пока